Вот так выглядит огород. Снег сошел уже у нас и дел куча. Буквально вчера еще лежал снег, сегодня уже нет. Ребят, мне нужен ваш совет. Подписчики, обращаюсь к вам. У кого сады и огороды, сейчас поближе подойдем, покажу. Вот здесь у меня сидят три куста смородины. И вот как на сегодняшний день они выглядят. Вот вы видите, начинаются листочки, уже начинают появляться. Чем они можно обработать? Кто-то говорит, уже поздно надо было раньше, кто-то говорит еще рано. Кто-то советует бордосскую жидкость. Вот поближе покажу, какие почки и листики. Чем можно обработать сейчас, ранней весной? Сажали мы их в прошлом году, весной. Они уже дали небольшой урожайчик на всех трех. И вот они благополучно у меня перезимовали все три. С почки набухшей, то есть видите, чем можно подкормить. Не подкормить, а обработать. И еще нужен один совет. Здесь у меня розочки, закрываем мы их на зиму лопаками. Иногда еще укрытым материалом в этом году решила закрыть просто лопаками. И вот так как у нас нулевые температуры были, а днем-то до 20 уже сейчас. Кто-то говорит сразу открывай, кто-то говорит по одному лопаку, чтобы они не сгорели. Что мне делать, по одному лопаку или как открывать? Тоже кто знает, кто с розами занимается, дайте совет. Ну раз дошли уже, зайдем в теплицу. Сажали несколько дней назад здесь редиску. Лук, укроп сажала. Кто не с нами, тот может посмотреть. Есть видео, господи, какая здесь жара. Это ужас. Здесь у меня сидит клубника. Давала женщинам неблагополучно. Сидит зелененькая, веселенькая. Здесь подготовила редкие. Буду сеять капусту несколько сортов. Теплотища, жара, он даже капает. Так, сивок у нас начинает проклевываться. На еду я его буду таскать. Укропа пока не вижу. И начинает у меня вылезать редиска. Да, вот, вот. То есть редисочка началась, вылезает. И, кстати, я сею осенью горчицу здесь. И горчица с редиской чем-то похожа. Я их путаю постоянно. Да, когда растает только редиска молоденькая. Ой, вообще сухотища. Земля почему-то в этом году какая-то зеленоватая. Накидывала снега. Здесь еще даже не пололи, не рыхлили, ничего не делали. Здесь это под томатики. Не знаю, куда в этом году буду их сажать. Очень. Ну, больше посадила, чем обычно. Так, надо открыть, чтобы проветривалось. В общем, кто знает, чем обработать смородину от вредителей, может, какое-то комплексное удобрение, дайте совет, ладно? Буду ждать. В комментариях напишите, пожалуйста. И еще один совет нужен. Снег только сошел, и вот клубника, да? Несколько грядок у меня. Вот так вот она выглядит. Поближе вам покажу. Сыпала сюда золу. Естественно, я листья-то старые оборву. Но у нас каждый год такие жучки бывают. Прочитала, что это долгоносики или что-то такое. В общем, зелененькие. Интересные они. Они повреждают все листики, съедают. Чем можно обработать? Пробовали мы аллатаром, фуфанолом. В общем, такими препаратами бесполезно. В общем, что-то... Они повреждают на клубники, на земляники. И каждый год у нас листья повреждают. Полностью сжирают. Но, соответственно, растение слабеет. Здесь тоже молоденькие подсаживала. Только еще вылезают. Там у нас петрушка. Сажала два года назад. Она из-под снега вот только вылезла. Щавель. Никто, кроме меня, ни щавель, ни петрушку не ест. Так что вот кто-то, если знает, чем обработать клубнику. Вон там у меня еще тоже грядка большая. Здесь вот есть немножечко. Перевожу. Это старая. В общем, дайте совет. Буду очень рада. Ну, это моя рассада томатиков. На конец апреля. Да, вот так вот она выглядит. Не знаю, почему все хают торфяные горшки. Мне очень нравится. Замечательно она растет в них. Единственное, что приходится почаще поливать. Потому что пересыхает земля. И вот солнышко. Да, у нас это южная сторона. И почаще приходится поливать. Вот сегодня было некогда. Уши немножко они начинают вешать. Сейчас польем. Здесь у меня сорта, которые выписывала у селекционерки. Тоже показывала. Буду отдельно их сажать, проверять. Что и как. Давно хотела сорта эти попробовать. Вот в этом году посмотрим. Ну, это второе окно. Здесь тоже несколько томатиков. Огурчики на еду. Сажала. Вон они уже начинают. Листик. Выпускать настоящий. То есть, несколько штучек у меня их здесь. Перчики. Сажала 5 штук. Но вылезло только 3. И туася у меня умудрилась. Вон один повредит лист. Но вот такие малюсенькие. Но думаю, что потом подтянутся. Все нормально будет. Помидорка тоже. И вот здесь у меня стоит рассада. Здесь георгина однолетки. Сажала больше. Но вот все, что вылезло. И что меня в этом году удивило. Это астра. Обычно сеешь плохо выходит. А здесь вон у меня получился густой лес. Решила перестраховаться. Посадила. И она вот лезет до сих пор дружно. Не знаю, как я потом буду ее рассаживать. Тоже в общем. Вот тут стоит моя рассадка. Ну и это третье окно. Здесь северная сторона. Тоже сидят помидорки. Фиалки две я пересаживала. Вон они благополучно прижились. Цвет набирают белое-синее. Декабрист пересаживала. Тоже он был весь-весь желтый. Позеленел. Начинает отходить. Месяц назад оставляла вот такой вот цветочек. Очень он мне нравится. Цветет вот такими красными штучками. И очень хочу его посадить. Он у меня есть большой. Но почему-то скидывает листья. Оставила отросток. И вот прошел месяц. И вы видите, даже корней не дает. Не знаю. Хотя мама брала. У нее давным-давно уже прижился. Ну вот здесь тоже помидоры в торфяных горшках. А что хотела вам показать. Вон две помидорки малюсенькие. Вот это и вот это. Вот они, видите, сидят в горшках. То есть высота горшка и высоту помидорки. И вон они уже набирают цвет. Я вчера, когда увидела, то есть думаю, не должно по сорту. То есть сорт высокорослый. Не должны такие быть. Ну то есть рано очень цвет набирать. Но тем не менее, вон они уже набирают цвет. Не знаю, что из них в итоге получится. Сорт-то знаю. Еще хотела показать листья для сравнения. Вот обычная помидорина сидит, да? И вот у них какие листья, как у картошки. И несколько у меня вон там тоже такая. Несколько штук таких. Не знаю, интересно, конечно. Посмотрим. Вот даже два листа для сравнения берем. Как вам показать. О, видите, какие они. Вот это и вот вторая. И он уже цвет, говорю, набирают. Хочу их высадить в теплицу пораньше. Не знаю, посмотрю. Не должны они быть низкими. Очень удивилась, конечно. Ну а этот цветок попытаюсь еще отломить. Может неправильно отросток отломила. Попробую. Еще поставить один отросточек. В общем, в торфяных горшках мне очень нравится. Рассада замечательная для этого года. Ну, тянется. Таскаю периодически горшки с одного места на другое. Высаживаем мы рассаду в мае. Обычно после девятого я высаживаю. Но в этом году посмотрю. Может и раньше. Как погода будет. У нас могут и заморозки быть. И в июне всякое бывает. Как-то вообще было снегу навалило. Поэтому будем наблюдать за погодой. Вот такой вот у меня гость сегодня дома. Как теперь его достать? Выпустить, а? Как попало интересно. Первая пчела. Первая пчела.